В Самарской области объявлен карантин. Это связано с распространением вируса африканской чумы. Более 300 человек в прошлом году переселились из аварийного жилья в Самарской области. Это стало возможным благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда», инициированным президентом. Чтобы сельчане получали квалифицированную медицинскую помощь, в Сергиевском районе начал работу модульный фельдшерско-акушерский пункт. В Самаре начали поздравлять ветеранов, которые в годы войны оказались в блокадном Ленинграде. Одно из первых цвета и подарки получила Нина Гусева. Экскурсоводам-самоучкам расскажут, как оформить свой бизнес. В Самаре пройдет семинар для самозанятых в сфере туризма. Из-за распространения вируса африканской чумы в Самарской области объявлен карантин. А в перспективе не исключено объявление чрезвычайной ситуации. Пока это касается только Кошкинского района, где сотрудники управления Россельхознадзора и обнаружили вирус. В лесу были найдены три погибших кабана. Позже в лаборатории выяснилось, что все они заражены. Это болезнь, конечно, такая она опасная для животных. Не только в дикой фауне. И, конечно, и для хозяйственных субъектов, для частного сектора. К сожалению, потом через три дня еще один случай. Ну там же, в Кошкинском районе, в этом же охотхозяйстве, но только уже в другом квартале и ближе к населенным пунктам. Сейчас специалисты управления Россельхознадзора взяли на контроль все охотхозяйства в Кошкинском районе и соседнем Елховском. Будут проверены фермерские хозяйства, где разводят свиней, а также точки общепита и торговой сети, где продается продукция из мяса кабана. Если чрезвычайная ситуация все же будет объявлена, то на дорогах выставят посты, чтобы не допустить вывоза мяса. Предположительно, вирус африканской чумы в Кошкинский район мог попасть из Ульяновской области, где ранее уже фиксировались подобные случаи. В 2019 году в области из аварийного жилья переселились более 300 человек. Это стало возможным благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда», инициированному президентом Российской Федерации. Программа работает с опережением. В текущем году планируют переселить еще 1800 человек. По нацпроекту в прошлом году более 110 тысяч самарских семей улучшили свои жилищные условия. В 2020 году по плану их число составит 115 тысяч. Особое внимание развитию социальной инфраструктуры. В 2019 году на средства нацпроекта началось строительство 12 социальных объектов, трех детских садов, школы в Новой Самаре, а также восьми дорог в разных районах области. В 2020 году будут введены школы в Новой Самаре, детский сад в Красноярском районе, «Три дороги в Южном городе». Бюджет проекта в 2019 году составит 2 миллиарда рублей. Из них почти полтора миллиарда было выделено из федерального бюджета. Здесь именно колоссальная работа нашего губернатора Дмитрия Георгиевича Азарова. Благодаря тем усилиям, которые прикладывают на федеральном уровне, Самарская область имеет один из наивысших показателей по привлечению именно субсидий федерального бюджета. Он под непосредственным контролем губернатора находится. И благодаря только данному контролю, целевой показатель по нацпроекту, в плане расселения аварийного жилого фонда, мы достигли достаточно высокого уровня. Модульный акушерский пункт начал работу в селе Орлянка Сергиевского района. Строительство ФАПа стало возможным благодаря нацпроекту здравоохранения, инициированному президентом Владимиром Путиным. Главная задача – приблизить медицинскую помощь к людям на селе. Достаточно ли оснащен новый фельдшерский пункт, узнала Лариса Шалафаст. Скорая помощь Сергиевского района Алла Митяева спешит к своим пациентам. У нее их почти тысяча. Это жители села Орлянка, еще двух сел поблизости. Чтобы добраться быстрее, Алла Александровна даже получила водительские права. А теперь еще в ее распоряжении новый автомобиль, который предоставили по программе транспортной доступности фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики, которую инициировал глава региона Дмитрий Азаров. И работает теперь Алла Митяева в новом фельдшерско-акушерском пункте. Раньше в Орлянке работал только временный пост. В старом помещении не было воды, кроме того, комнаты плохо отапливались. Теперь в новом здании не только просторные помещения, но и все необходимое оборудование. Нам прекрасный кардиограф был предоставлен в подарок. У меня не было вспомогательных аппаратов по измерению, допустим, сахара, крови, гемоглобина, холестерина. Сейчас это я все получила. Также аппарат измерения внутриглазного давления у нас тоже этого не было. Сейчас у меня все это есть. Строительство ФАПа стало возможным благодаря нацпроекту здравоохранения, инициированному президентом. Согласно поручениям, прозвучавшим в послании президента Федеральному собранию 15 января, в этом году в стране должна заработать сеть фельдшерско-акушерских пунктов. Это не значит, что все проблемы с ФАПами решены. Хочу подчеркнуть, смысл их работы не в том, чтобы выписывать справки и направления, и сходу сопровождать людей, спроваживать людей в райцентр. У специалистов на местах должна быть возможность оказывать реальную помощь людям. В прошлом году в Самарской области появилось 14 ФАПов, в том числе в отдаленных районах. Строительство, ремонт и оснащение взял под контроль губернатор Дмитрий Азаров. Мы в этом году многое сделали в рамках реализации нацпроектов. Это и строительство новых ФАПов, и больницы, и поликлиник, и оборудование региональных и первичных сердечно-сосудистых центров. Огромное внимание вопросам онкологии. Но первичное звено, конечно, там, где помощь дополнительной государству нужна. И она есть, президент об этом сказал. Значительные средства, еще раз подчеркну, на период действия проекта 550 миллиардов рублей выделяется регион. В этом году по нацпроекту здравоохранения откроют 23 ФАПа и 3 офиса врачей общей практики. Лариса Шлафаст, события. В Самаре начали поздравлять ветеранов, которые в годы войны оказались в блокадном Ленинграде. Одну из первых цвета и подарки получила Нина Федоровна Гусева. Вместе с семьей она сумела вырваться из оккупированного фашистами города в 42-м году. Со свидетелем тех страшных для страны событий пообщался наш корреспондент Анатолий Головко. Нина Федоровна застала блокаду 9-летним ребенком. Она жила в Ленинграде на Васильевском острове вместе с мамой, которая работала в военном госпитале. Нина Федоровна до сих пор вспоминает страшные события тех времен сквозь слезы. Вместе с семьей она вырвалась из оккупированного фашистами города в самый разгар боевых действий. В августе 42-го она оказалась в Куйбышеве. Был призыв помочь в госпиталях. Сначала, конечно, оборонительные рубежи эти, как копы они копали и так далее и тому подобное. Например, мама после этого никакие фильмы, ничего, вообще не говорила об этом, никому ничего не рассказывала. Военная осада Ленинграда началась 8 сентября 41-го года и продлилась до 27 января 44-го. Фашисты блокировали город 872 дня. Борьба за освобождение Ленинграда была ожесточенной и кровопролитной. Ведь советским войскам противостояли не только немцы, но и выходцы из Италии, Испании, Финляндии и даже добровольцы из Северной Африки. Куйбышев не остался в стороне в это сложное для людей время. Местные жители оказывали ленинградцам помощь. Отправляли в оккупированный город продукты, теплую одежду и медикаменты. В 42-м году в запасную столицу СССР начали эвакуировать детей. Всего более 5000 мальчишек и девчонок. Их разместили в детских домах, общежитиях, а также у председателей исполкомов Куйбышевского, Ульяновского, Сызранского и Меликесского госсоветов. Ленинградских детей выхаживали как своих. Благодаря врачам и воспитателям Куйбышева они выздоровели, окрепли, со временем вернулись к мирной жизни. Так случилось и с Ниной Федоровной. Прожив некоторое время в Куйбышеве, она снова оказалась в Ленинграде. Поступила в техникум, чтобы вновь вернуться на берега Волги и закончить Куйбышевский университет. После этого она работала на различных предприятиях Самарской области. Сейчас ей 86 лет. Она до сих пор активно занимается общественной деятельностью и занимает пост председателя организации жителей блокадного Ленинграда в Октябрьском районе. По словам представителей городских властей, в Самаре сейчас проживают 143 жителя блокадного Ленинграда. Конечно, их осталось очень мало. Возраст у них у всех достаточно большой, поэтому каждому должно быть оказано внимание. Каждый день их становится меньше и меньше, поэтому обязательно каждый из них нуждается в нашей поддержке, помощи. И самое главное для них, чтобы о них помнили. Уже в понедельник, 27 января, в Самарской области отметят 76-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков. В школах и вузах региона проведут уроки мужества, а также организуют вахты памяти. Жителям блокадного Ленинграда передадут памятные открытки и подарки от губернатора Дмитрия Азарова. Анатолий Головков, Василий Колдашов. События. Работать спокойно и получать легальный доход. В Самаре для предпринимателей, которые работают в сфере туризма, провели семинар. На нем рассказали, как официально стать самозанятым. Слово Мэри Елчан. В сфере туризма Маргарита Смолина больше 30 лет. Она руководит профессиональным объединением экскурсоводов. Говорит, опыта в этой сфере много, но получить больше свежей информации не будет лишним. Поэтому пришла на семинар по вопросам деятельности работников индустрии туризма и гостеприимства. Я являлась членом непосредственно трех аккредитационных комиссий. Являлась автором положений об аккредитации экскурсоводов к чемпионату мира на маршруты Самары. И православных экскурсоводов в 2019 году проводилась аккредитация также на маршруте Самары православной. Семинар для тех, кто принял решение легализовать доходы от небольшого бизнеса и подработок. Экскурсоводы, гиды, переводчики, производители сувениров. Все эти люди относятся к категории самозанятых. Они не платят налоги, поэтому лишены государственной поддержки. Чтобы сделать бизнес легальным, достаточно скачать приложение «Мой налог». Указать там, чем вы занимаетесь, фиксировать там свои заработки и платить 4% от выручки. Одно из преимуществ новой налоговой системы – отсутствие лишней бюрократии. Таким предпринимателям не обязательно регистрироваться, как ИП, и посещать налоговую инспекцию. Все-таки они должны работать в ровном поле, да, и в том числе недобросовестная конкуренция, она влияет на общее развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, а мера поддержки именно предпринимательства, она является приоритетной. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» постоянно проходят обучающие семинары. Этот уже четвертый по счету с начала 2020-го. Их организаторы планируют собирать участников каждую неделю и рассказывать о мерах поддержки и возможностях работы в Самаре. Мэри Елчан, Григорий Плешаков, События. Студенты Павловского колледжа знают, как улучшить качество жизни в Самаре. О своих идеях они рассказали активистам молодежки ОНФ. Речь идет сразу о нескольких направлениях – ЖКХ, медицина, спорт. Руководство местного отделения обещало помочь с реализацией лучших проектов. Оригинальные идеи выслушал Сергей Кизоркин. Будущий юрист Марина Краснощукова увлекается волонтерством, но этого девушки недостаточно решила вступить в молодежное крыло ОНФ. Доказывать свою состоятельность пришлось во время социальной ролевой игры, которая прошла в Поволжском колледже. Группа студентов предложила запустить проект «Приемная внучка». Молодые люди будут приходить в гости к пенсионерам, общаться и помогать по хозяйству. У меня дедушка, он вот такой, он очень любит внимание. Он всегда на меня обижался раньше, потому что я к нему мало приезжала. А сейчас, когда до меня достучались, я поняла, что это неправильно. И поняла, что очень много таких, как я была. Молодежка ОНФ в Самаре работает уже третий год. За это время реализовано более сотни проектов и акций, как регионального, так и всероссийского масштабов. Начиная от ремонта детских площадок, заканчивая проведением спортивных соревнований. Помогаем молодым ребятам, подросткам раскрыть свой потенциал и быть полезными для общества. Основной девиз молодежки ОНФ – не жди перемен, твори перемены. То есть мы меняем все вокруг себя и начинаем с самого малого. Презентация молодежного сектора ОНФ прошла уже во многих самарских вузах и СУЗах. Работа будет продолжаться и дальше, чтобы объединить в своем движении активных студентов. Везде есть живой отклик. Знаете, когда сейчас молодые люди опускают голову, ты понимаешь, что он опустил ее в телефон, значит, надо что-то менять в контексте. И вот когда ты добиваешься, что голова не опускается, а в глазах начинают появляться искорки, люди проникаются, вот тогда ты понимаешь, что зашло. Зашло то, чем мы занимаемся и к чему хотим приобщить. Молодежка ОНФ в канун Всероссийского дня студента поздравила учащихся Поволжского колледжа с праздником. Раздала открытки Татьянки и сувениры. Пригласила активно вступать в свои ряды, чтобы вместе реализовывать полезные социальные проекты в Самаре. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. Стать врачом, педагогом или оператором беспилотных аппаратов. Самарский университет и СУЗУ устроили для будущих выпускников шоу, которое должно помочь ребятам определиться с будущей профессией. Старшеклассники смогли узнать об условиях поступления в учебные заведения и о том, где будет можно подработать летом. Подробности узнал наш корреспондент. Это профессиональный квадрокоптер. На его подвеске можно разместить фотокамеру, спектрометр и другое оборудование, которое поможет обследовать труднодоступную местность. Это необходимо, например, газовым или нефтяным компаниям, чтобы контролировать состояние трубопроводов. Тому, как управлять этим дроном, обучают в одном из самарских колледжей. Причем сейчас туда можно поступить на бюджетной основе. Об этом школьники смогли узнать в Доме культуры «Октябрь». Что мне еще нравится в этой специальности, она непременно связана с областью нефтяников и газовиков и других смежных с ними отраслями. Потому что квадрокоптеры сокращают в три раза время облета. Такие мероприятия помогают сориентироваться с профессией. Тут ты можешь узнать, что ты именно будешь там делать и как получается у тебя или нет. На встрече своей площадки представили самарские вузы и другие учебные заведения, а также компании-работодатели. Гости – ученики 9-11 классов. Здесь каждый из них смог узнать, как поступить на ту или иную специальность. И увидеть наглядно, что собой представляет та или иная профессия. Это наиболее актуальное мероприятие для группы старшепластников. Сейчас важно определиться с выбором будущей профессии, с тем родом занятий, которым лежит душа. Потому что ошибиться здесь нельзя. Во многом есть мероприятия очень хороши тем, что много вузов представлено, много СУЗов представлено. У детей есть большой выбор в одном месте. Как говорят организаторы, формат шоу пробный. Если оно покажет свою эффективность, его возьмут на вооружение и будут использовать дальше. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Николай Епифанов. События. Далее коротко о других событиях дня. Сотрудники отделения экономической безопасности управления МВД задержали 42-летнюю женщину. Бухгалтера компании в заготовке и переработке металлома. Она подозревается в присвоении денежных средств компании. По данным сотрудников полиции, бухгалтера организация перевела на счета работников компании заниженную сумму премиальных. А разницу, это около 120 тысяч рублей, положила в собственный карман. Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Бухгалтеру грозит до шести лет лишения свободы. Самарские таможенники задержали мужчину за контрабанду денежных средств. Как выяснилось, он собирался лететь рейсом Самара-Дубай и прихватил с собой вручную кладь 176 тысяч евро и тысячу долларов. При осмотре самарские таможенники обнаружили валюту и задержали мужчину. По действующему законодательству можно перевозить через границу без декларирования не больше 10 тысяч долларов наличными. Против самарца могут возбудить уголовное дело. Ему грозит наказание до десятикратной суммы незаконно перемещенных средств, либо ограничение свободы до двух лет. В Тольятти скончался 23-летний Александр Махуддинов. После жестокого избиения молодой человек месяц был в коме, но затем пришел в сознание. Его перевели в палеотивное отделение. Медики до последнего боролись за его жизнь, но в итоге молодой человек умер. По факту нападения уже задержано трое. Ведется следствие, причины конфликта выясняются. В Самаре перекрыты две полосы на улице Авроры по направлению от улицы Гагарина к улице Антонова-Овсеенко, а также левые полосы в обоих направлениях на улице Дыбенко. Это связано с проведением ремонтных работ. Общественный транспорт будет следовать по обычным маршрутам. Из-за снижения пропускной способности этого участка возможно увеличение интервалов движения автобусов под номерами 22, 35, 39, 45, 56, 66, а также маршруток номер 21М, 46, 96, 99, 131, 140А, 141, 215, 392, 401, 429, 492. Областные власти планируют построить в городе новые велотрек и 10 станций велопроката. Такое распоряжение подписано в правительстве Самарской области. Крытый велотрек рассчитан на 800 мест и будет построен возле стадиона Самара-Арена. Станции велопрокаты будут рассчитаны на 10 велосипедов. Сроки окончания строительства и объема финансирования пока не указаны. Показали в кинотеатре то, что уже нельзя увидеть на театральных подмостках. Видеоверсию месье Амелькара или «Человек, который платит» увидели зрители «Треугольника» в день памяти режиссера Вячеслава Гвоздкова, который когда-то поставил в Самаре этот спектакль. Открывал показ актер, сыгравший одну из главных ролей – Федор Степаненко. Назад в прошлое вместе со зрителями отправился и Сергей Кизоркин. Актер драмтеатра Федор Степаненко на сцене кинотеатра «Треугольник». Перед показываемым в видеоверсиях спектакля месье Амелькар или «Человек, который платит» рассказал зрителям, как шли репетиции, кто играл из актеров. Одна из ролей досталась ему – Генале Машу, бомж, который за деньги стал другом французского миллионера. Купил себе Амелькар и семейное счастье. Жена – безработная актриса Элеонора, дочь – проститутка Вирджиния. Чем обернулась в итоге эта афера, зрители увидели снова, но не на сцене, а на киноэкране. Спектакль уже несколько лет как вышел из репертуара драмтеатра. Я сам снова смотрю, и я очень бы хотел, чтобы больше людей приходило, потому что люди говорят, люди интересуются, люди хотят. И по определенным причинам мы не можем, но есть кинозал, есть художественный, есть в конце концов телевидение, и благодаря этому мы можем возбудить какие-то чувства, которые уже не смогут возникнуть. И здорово, что так получилось, и я надеюсь, что катарсис происходит. Михаил Трифонов, директор музея Высоцкого в Самаре, пришел на видеоверсию спектакля «Насладиться игрой актеров» и режиссерской работы Вячеслава Гвоздкова. Он его поклонник, видел почти все его работы, но на сцене месье Амелькара посмотреть не успел. Я пришел с любопытством посмотреть, потому что я слишком много об этом слышал, много раз слышал. И очень большая радость, заранее подскрашаю, что люди сняли, успели снять. Спектакль больше, конечно, никогда не пойдет, но вот мы можем только увидеть его на экране. Заняты замечательные актеры Борисов, Романенко. С удовольствием посмотрим. Видеоверсии спектаклей драмы в кинотеатре «Треугольник» проходит регулярно. И в этом году зимне-весенняя сессия продлится до мая. Спектакль «Не умирает», особенно такие замечательные спектакли в постановке Вячеслава Гвоздкова. Вот уже два года его нет с нами, но мы рады, что сейчас мы смотрим его творение. Премьера спектакля «Месье Амелькар» или «Человек, который платит» прошла в 2005 году. Видеозапись сделали в это же время. Кинотеатр «Треугольник» позволяет самарскому зрителю вернуться в прошлое и увидеть то, чего уже нет на сцене драматического. Сергей Кизорки, Николай Епифанов. События. Немецкий музыкант с русской душой. Так говорит о себе известный автор и исполнитель песен Михаэль Крэпс. Он прибыл из Германии в Самару, чтобы дать единственный концерт в мраморном зале художественного музея. По словам музыканта, его любовь к России не случайна. Олег Зверев продолжит. Советские шлягеры Михаэль играет по памяти. Он их слышал еще в раннем детстве в исполнении отца, бывшего военнопленного. Слов этой песни он не знает, но понимает, что она про любовь. Семье Крэпса было принято с уважением относиться ко всему русскому. И вот исполнилась мечта Михаэля – побывать в России. Еще вчера Михаэль Крэпс был в Санкт-Петербурге, а сегодня дает единственный концерт в мраморном зале Самарского художественного музея. Михаэль Крэпс – автор и исполнитель песен, известный во многих странах мира. В Россию приехал впервые по приглашению русско-немецкого культурного центра. 2020 год объявлен в России годом Германии, и взаимный творческий обмен сейчас на подъеме. Здесь музыкант получил массу новых впечатлений и надеется, что выберет время приехать еще. В России я испытал много новых впечатлений. Я в восторге от жителей и очарован величием и столичным лоском Санкт-Петербурга. И Самара – очень красивый и самобытный город. Я прогулялся под падающим снегом, и это было прекрасно. На концерт могли прийти все желающие. Самарская публика очень тепло приняла артиста. Ведь, по его словам, песни он сочиняет в разных жанрах и стилях, но все посвящает своим благодарным зрителям. Еще вчера на репетиции я уже стала поклонницами Микаэла Крэпса на всю свою оставшуюся жизнь. А сегодня, ну просто невероятно отработал. Вы сами слышите, как этот зал наполнился не только благородной музыкой, но и какой-то вот такой возвышенной любовью. Олег Зверев, Василий Колдашов. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самары Гис» на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Всего вам доброго и отличных выходных! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok